Все, начинаем. Вики, работаем? Что-то не работает. А может, ты будешь не ставим? Хорошо, давай. Все, дальше. Работаем, работаем, начнем. Следующее что? Наш проект посвящен рынку искусства Петербурга. Пожалуйста, Семенович. Прекрасная возможность, предоставленная Катоном еще на прошлой встрече, мне дала возможность надеть на какие-то изменения в области искусства и в области рынка искусства. Потому что на самом деле есть еще огромное количество обездоленных людей, которые занимаются изобразительным искусством и не имеют никакого рынка сбыта. И более того, приезжает очень много людей из России, которые также пытаются что-то продать в Петербурге, потому что все-таки в Петербурге тут какой-то рынок, в стране с этим вообще очень большие проблемы. И есть у нас такое предложение, чтобы этими всеми вопросами занималась платформа Творцы. И при платформе Творцы мы создаем магазин. Дальше, пожалуйста. Кроме того, хотелось бы еще от сайта платформы Творцы, вот следующий слайд, это просто в ряду я посмотрела тех, которые уже созданы, на бакардоне. Следующий слайд. Вот, а я его увеличила. Значит, создать такое приложение для смартфонов, в котором можно будет найти все отделения наших магазинов, в которых можно приобрести как раз предметы изобразительного искусства. Дальше. Ну вот, немножко я говорила уже вчера о том, что в наш машинный век человек до такой степени уже механизирован в чем-то, вот в своем витии реальном, что есть такие люди, которые, в принципе, ощущаются как безроду и племени. Вот, хотелось бы немного вспомнить о том, что, собственно, представляют наши корни и откуда мы родом. Дальше. Вот, что касается магазина, значит, интернета нет, да? Есть. Мы там страничку сделаем. У нас открыто уже. Я на всякий случай отклинила, для того, чтобы вдруг не откроется. Значит, вот это магазин. Немножко можно вниз спуститься, там цена стоит. Дальше, следующее. Говорите, что мы перекрыли. О проекте. Магазин открыт? Ну, магазин, да, но это же и есть магазин. О проекте. Вот тут у нас, в принципе, все наши основные идеи тоже здесь можно спуститься. Тоже можно здесь, могут где ознакомиться. И галерея. То есть, на самом деле, представлены разные изделия. Те, которые можно приобрести в Петербурге. В частности, на Ефимовой 4 есть замечательная галерея, которая занимается скачетом. Можно прийти там и самому создать какое-то замечательное произведение своими руками. Или купить что-то. Спасибо. А вот. Еще? Нет, спасибо. Хватит. Давайте презентацию лучше дальше. Так, быстренько. Просто эти можно пропустить, потому что мы их уже только что видели. Все. И еще, да? И все. Значит, пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. Вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Я правильно понял, что это интернет-магазин? Да. Спасибо. А почему художник не может размещать свои полотна на других интернет-магазинах? Художник может размещать, но почему-то художники этого не делают. Просто я так надеюсь, что мы сами будем этим заниматься и сами будем помогать художникам, обращившимся к нам и собирать донейшн.